Идеологии, кроме той, которую формулировал я на самом деле. То есть идеологом этой партии был, и нашей остаюсь безусловно я. Касательно того, что теперь происходит с партией за життя, вы можете сами дать оценку. С приходом Медведчука мы прекрасно понимаем, что ни о какой независимости Украины речи не идет. Я категорически против любой формы внешнего управления нашим государством. Будь то Соединенные Штаты, которые действуют через депутатов, которые пришли во власть на волне Майдана. Я имею ввиду представителей грантовых организаций, людей, которые ориентируются на политику в Соединенных Штатах. Я точно так же против любого вмешательства со стороны других наших соседей. Я имею ввиду Российской Федерации. ...посисывают договор об ассоциации. И тогда прозвучал первый тезис. В первую очередь я имел ввиду культурную децентрализацию. То есть мы на местный уровень должны отдать право людям определять, какие праздники праздновать, как называть свои города и улицы, какую историю хранить, в том числе в какие храмы ходить. ...вкладывают необходимые средства в мелиорацию, в те мероприятия... ...клюбое навязывание каких-то ценностей, интересов или видения как раз порождает противодействие. Если людям дать возможность решать это в рамках своих громад, этот вопрос снимется с повестки дня. Безусловно, государственным языком должен быть украинский. Но в зависимости от того, где компактно проживают национальные меньшинства, могут быть и особый статус, или региональный статус для языков, которые близки тем или иным громадам. Я абсолютно уверен, что Россия Крым отдавать не будет в ближайшее время, и военным путем мы его не вернем. Нужно садиться и возвращать жителей Крыма и жителей Востока в государственное поле интересов Украины. То есть нужно возобновлять, извините меня, туда поставки электроэнергии, воды, продуктов питания, возобновлять выплату пенсий, социальных гарантий, чтобы люди, которые живут на аннексированной или неподконтрольной территории, не воспринимали нас враждебно. Говорят, оценочные осуждения, что имеет бизнес-интересы с действующим президентом. Я вам говорил о том, что Бойко – это кандидат, который по политтехнологическому замыслу должен был стать единственным оппонентом, ну не единственным, а оппонентом Порошенко во втором туре. Потому что это только единственный человек, у которого Порошенко на сегодняшний день может выиграть выбор. По двум причинам. Первая – это кандидат электоральной группы, так назовем, «белоголубой», бывшей партии регионов. Плюс достаточно много скелетов в шкафу от вышек до работы в правительстве. Это был план Медведчука, и телеканалы работают, естественно, в интересах, как оно там сейчас называется, оппозиционной платформы «За життя» и президента Порошенко. Ему выгодно, чтобы тот остался на посту, поскольку это будет иметь для него благоприятный бизнес-климат. У нас же нет посольства в Российской Федерации, да? Вы знаете, что его нет. А бизнес все равно через границу идет. Он не может проходить без двух сторон. А у нас есть только один почтальон, который рассказывает, чего хочет Путин для Порошенко, и чего хочет Порошенко для Путина. Поэтому, я думаю, если вы сложите два плюс два, вы поймете, чьи интересы отстаивает и эта политическая сила, и эти два телеканала. Я об этом сказал прямо, поэтому из партии вышел и сделал партию нашу. Участвовать в договорниках, в политическом театре, и тем более в любом событии, которое сохранит Порошенко власти, я не буду. Мы потеряли территорию, мы потеряли десятки тысяч наших граждан. Потому что я почему-то думал, и это мой политический опыт, что и Вадим Рабинович, и Виктор Медведчук умеют держать славу. И что ими движет действительно желание принести мир в Украину, а не превратить партию, которой я занимался, в финансовый проект и средством удовлетворения личных и финансовых амбиций. Этот политпроект уже не партия.